11 серия TransKey Wild Coast Приготовлена в Африке 17 друзей, месяц в пути, позади тысячи километров Для того, чтобы устроиться в TransKey достаточно всего нескольких дней После этого вы чувствуете, что по-настоящему отдыхаете Мне было немного сложно готовить, не хотелось делать даже этого Так было до вчерашнего дня Мы рыбачили на Сильвер Бэй, вон там Наловили много свежего луфаря, по-моему, это лучшая в мире рыба После этого мне внезапно вновь захотелось готовить Пойдемте со мной в дом, мы приготовим на всех ланч А потом можно будет продолжить отдыхать Просто За мной Девочки, работаете, не поглодай рук Иди, гард Луфарь У него нежный вкус, я не хочу забивать его другими компонентами У нас здесь только лук, томаты и чеснок Банка томатной пасты, оливковое масло, черный перец и несколько филианчоусов Запечем на малом огне в течение 30-40 минут А после этого мы ее накрошим Крошим, детка Накрошим ее в пасту и польем замечательным соусом Примерно через полтора часа можно будет есть Пусть этот лук пассируется Он станет ароматнее Пока гард жарит лук Я надрежу рыбу Несколько надрезов Вот так Затем натрем солью, немного А затем натрем оливковым маслом Так, гард, возьмем этот лук и чеснок Немного внутрь Немного Немного А все остальное вокруг Не кладите на рыбу, пусть запечется на противне Вода течет, вы видели? Специально для нашего дома в Транске Чтобы разобраться с водой, нам понадобились 4 дня Вчера вечером впервые за 4 дня мы приняли горячий душ Вы знаете, что такое холодный душ в конце тяжелого дня? Это забавно Банка очищенных томатов целиком Сначала наливаем сок А потом руками Разминаем вот так Гард, если хочешь, можешь воспользоваться проточной водой Анчоусы Гард, кинь несколько оливок целиком Мы рядом кладем филе анчоусов Только не на рыбу Спелые томаты рома Кусочки Дверцы машины Травма помощника Сам виноват И, наконец Много оливкового масла Это основа, которая позднее ароматизирует всю пасту Ставим в духовку Есть отличный способ проверить готовность Проткните рыбу спичкой Если протыкается легко, рыба готова Если нет, подождите еще Увидимся с вами через 30-45 минут Я сейчас не знаю, что нам надо делать Впервые в жизни у меня просто нет слов По сути, когда это приготовится, я пойду что-нибудь найду Прости, мир Через полчаса мы поставим вариться пасту и накрошим рыбу Польем это соусом и съедим ланч Так? Так Ты справился Помоги мне, Гард Все это должно остаться внизу Вкусно Я знаю, ты любишь головы Смотри Хочешь, чтобы я помог добраться до лучшей части? Джастин А вот щека Если будете готовить дома Дайте остыть и лишь потом наломайте рыбу Так вы не обожжете пальцы Джастин Джастин Помоги ложкой Можно взять то, что осталось И сварить прекрасный рыбный суп Сразу чувствуются эти простые вкусы Главное распробовать то, что ешь и есть То, что выловил Что ты поймал? Я ничего не поймал Однако я превращу еду в награду Это моя профессия Превращать еду в награду А что-то для меня Поймать его дело Он сунул мне этот чертов глаз Я почувствовал Боишься глазных яблок? Ну да Сейчас я закончу разминать рыбу У нее прекрасный аромат чеснока, томатов и лука Подойди вон туда Сейчас мы с тобой приготовим пасту Она станет основой для вкуса Осталось только одно Все перемешиваем Очень важный момент Здесь должен чувствоваться вкус рыбы Пожалуйста, кладите себе сами иначе Я вам обещаю, вы не поедите Никогда бы не подумал, что скажу такое Но хотелось бы добавить сюда больше томатов Я ненавидел томаты с рыбой Теперь все по-другому Это вкусно В любой момент отдам тебе свою рыбу, чтобы ты ее приготовил Спасибо, было очень вкусно Пожалуйста, Файбер Как видите Этот ланч полностью съеден Хорошо, что в Транскей Посмотрим, что будет дальше Мы с Гартом ускользнем, чтобы поймать треску Приехать в Транскей на рыбалку и спать в номере, когда на улице так хорошо Я всего лишь хотел поспать после обеда Это все Не хочу, не хочу Вставай Нет Тебе лучше встать, иначе просто упадешь Встань Вставай, Джастин Что это, по-твоему, отпуск? Кажется, ты хотел поймать со мной треску Я всего лишь хотел вздремнуть после ланча Оставьте в покое, я хочу спать Возьмите с той стороны Пожалуйста Пожалуйста, дайте поспать Я скажу, за что люблю Транскей и побережье Уайлдкост Если у вас нет таких сумасшедших друзей, можете весь день заниматься чем угодно 250 километров береговой линии тянутся от Кей-Мод на юге до порта Эдварда на севере В дикой части ЮАР любой найдет что-то для себя Это идеальное место для заядлых рыбаков, натуралистов и просто искателей приключений Только никому не говорите Доброе утро Сейчас я в лучшей форме, чем был вчера после обеда Пятый день на Уайлдкост Вчера после полудня я был нетрудоспособен, пришлось вздремнуть Сегодня я в полном порядке, силен как бык, Патрисия покажет мне, как показать вам, как готовятся голубцы из капусты Мы отварим капустные листья, а затем выложим все эти кусочки на дно кастрюли Сначала моем Много лет назад на этом побережье жил один ливанец, он научил Патрисию готовить голубцы из капусты Из капусты кибби, к слову сказать, начинка голубцов состоит из репчатого лука, мяты, риса, чеснока и фарша И соль с перцем И соль с перцем Вот этот белый клин, его надо вырезать Не так Осторожно, не порви лист Не порвать лист Посмотри на этот Целый? Ясно Но ведь когда готовишь с этой жесткой частью капусты горчит, вырежем Хорошо Мыть? Промой Такое впечатление, что я стал помощником на кухне Теперь я знаю, что чувствует Гард Патрисия знает меня с 7-8 летнего возраста Издавна Она мне как родная Да? Да Сначала кладем зеленые листья Не светлые, а зеленые Да? Кладем сюда? Да, клади Патрисия, это просто вода? Без соли? Без соли На 5 минут 5 минут Под крышкой Что делаем дальше? Эти мы тоже отварим? Да Достань Да Прямо сейчас Готово? Да Судя по всему, у меня кулинарные курсы Спасибо, Патрисия С теми листьями так же? Мкоси Спасибо на языке коса Спасибо, Патрисия Люблю, когда мне говорят, что делать на кухне Патрисия сказала нарезать чеснок Лучше растолочь Лучше растолочь? Да, это в фарш Это в фарш? Да, мята Режем мяту Мелко-мелко-мелко Мелко-мелко Еще, Патрисия, или хватит? Еще, еще Ты сильный? Я тут уже вспотел Кладем мяту в фарш Мелко? Мелко Мелко-мелко Этим занимались целыми днями, когда не было блендеров Сегодня я блендер Мне говорят на языке коса Рис? Да Чашка риса Он впитает все ароматы Важный момент Рис не сварен Патрисия, когда я был маленьким Ты нам их готовила, а я воровал их с кухни Нравится? Я это люблю Удивительно, что в Транскей, в ЮАР Патрисия умеет готовить ливанские блюда Патрисия, ты не могла бы вытереть пот с лица? Будто умыть младенца, да? Попробуй соль Съесть? Да, попробуй Но здесь же рис Знаю Пробуй Я знаю, что там есть рис Ты пробовал? Мне кажется, мало Может, попробуешь и скажешь, как тебе? Соли И перца Соли и перца Можете представить, каково вымешивать тесто везде На дно кастрюли выкладываются твердые куски и кочерыжки Вот так Сначала зеленые Сначала зеленые Ребята, идите помогать Думаете, я буду готовить ланч, а вы стоять в сторонке? Столько? Будто упаковываем бандероль Именно так и надо Патрисия, почему сначала зеленые листья? Дольше готовятся Они должны быть внизу Плотно? Да, плотно Простая пища Ничего сложного Можете представить вкус мяты, чеснока, лука, черного перца, соли Это все Да? Вот так Смотри глазами Я смотрю глазами Надо вот так? Нет Нет У меня уже получается Спасибо, Джастин Было здорово Спасибо, Джастин Можете идти Спасибо за помощь Впрочем, она мне была не особенно нужна Что случилось с помощниками в наши дни? Они не такие, как прежде Сколько воды? Она должна их покрывать? Сколько варим? Полчаса? А потом проверим, готово ли? Да В последнюю очередь мы добавляем Лимонный сок Без него не обойтись Без лимонного сока это кузены голубцов Не нальете лимонный сок, увидите кузены голубцов Милая, спасибо, что показала, как их готовить Спасибо большое Нкос кокулу? Да, это косо Большое спасибо Сьябонга Сьябонга на языке зулу У Патрисии есть тайные источники трав Это дом Джона Була Привет, мне нужна зелень Привет Привет, Джон Можно мне взять? Да, Билли Спасибо Ланч Дамы, вперед Я взволнован После ланча мы пересечем одну из лагун и разобьем лагерь Во время отдыха совсем не хочется сидеть В доме с электричеством, водопроводом Главная компания друзей и живописная природа Нас ждет ланч Гарнир Выносишь с кухни еду и сразу неизвестно, откуда выходят друзья Этот вкус напоминает мне о моем детстве Идите, идите, дети У нас ничего не бывает просто Как будто идет небольшая армия Питер Пен и потерянные дети Приятно чувствовать под ногами землю Правда удивительно? Такой крошка, а вид я тебе задам А вот и Даррен, хорошо Теперь мы все вместе Я хочу встать здесь А они говорят, встанем там Может, встанем здесь? Здесь же гораздо лучше Если бы я был на побережье один Мне бы хватило спального мешка, удочки, огня и воды Однако я с 18 друзьями Это все равно, что вести небольшую армию Вы видите? Я знаю, почему ты снимаешь Просто не хочешь ничего нести Я вас раскусил Все ваши вещи принесены сюда Видите, я взял даже вашу обувь А вы лишь Я тут просмотрел одну пленку Там они вдвоем обсуждали Как будут стоять в стороне Пока остальные разгружают лодки Они не знали, что их снимают Надо же Все раскрылось Вся правда Она пытается нас ослепить Знаю, это нелепо Это самый яркий свет в буше Что ж не взяла луну Ты идешь? Да Тогда я пойду с тобой Смотри, куда наступаешь Это треска? Да, треска Мне сказали, нам разрешили съемки В определенные световые часы Но, думаю, этого света достаточно Прекрасно Это небольшая треска Пожалуйста Меня больше не считают безумным Доброе утро Привет, Санел Это законно? Давайте посмотрим на его глаза Вчера в лагере я подцепил лесную лихорадку Шестой день на Уайлд Кост Что самое удивительное Мы единственные люди на этом пляже Полюбуйтесь Где еще такое возможно? Это необыкновенное место Вчера Думаю, меня убаюкал шум океана Я проспал, не знаю, часов 14 Возможно, это было именно то, что мне нужно Давайте все вместе втянем животы Выключите камеру Выключите На Уайлд Кост есть одно главное правило Сделай много снимков на память, но здесь оставь только следы ног Поразительно, как сильно может утомить вечер на природе Я должен приготовить на всех ланч Точнее сказать, это будет ранний обед Большинство моих друзей еще спят как сущие младенцы Экспонат номер один Экспонат номер два И так далее А сейчас я приготовлю гороховый суп С острыми колбасками Вот здесь у меня основа для супа Много чечевицы и дробленого гороха Я замочил их на два часа Добавим сюда воды и поставим на газ Гард сделает хлеб на сидре, а я пока начну резать Килограмм самоподнимающейся муки Высыпаем пополовине в каждую покепот Наливаем сидр с саванна Пусть постоит и поднимется минут сорок Поставим на сорок минут в духовку, прежде чем садиться за стол К тому моменту суп будет готов Если повезет, все эти сони к тому моменту страшно проголодаются Гард, я когда-нибудь поручал тебе грязное дело? Просто любопытно Было? Это час комедии? Меня неожиданно замучила совесть То есть, бедный Гард Ты только и слышишь Гард, Гард Жду не дождусь конца титров Итак, чтобы приготовить мой гороховый суп Нам понадобится дробленый горох и чечевица А также жареный чеснок и лук Большой кусок масла Много чеснока и лука Готовим на малом огне Не надо подрумянивать Пусть станут полупрозрачными Я понял, что я люблю простые блюда Сейчас в кулинарии слишком часто все усложняет Для меня главный вкус и возможность накормить друзей К гороху и чечевице Выкладываем жареный лук и чеснок А это косичка из свиной грудинки Видите весь этот жир и прочее Ее надо обжарить Мясо станет вкуснее, а жир вытопится Затем морковь нарежем кружочками Это для сладости Мне надо накормить большое количество народа Поэтому возьмем две пойки под Гард, принеси их Каждую из них кладем в пригоршню моркови А затем нарежем свинину Как видите, бекон довольно жирный Секрет в том, что ингредиенты горохового супа пока не надо солить Кладем черный перец А соль добавим в самом конце От этого зависит процесс приготовления Гороха в особенности Чистая вода Бульон здесь не нужен Должно чувствоваться, что это гороховый суп Все сюда Замечательный жир Сливаем Это не Weight Watchers Это приготовлено в Африке Гард, убавь газ Слабый огонь А теперь, когда суп уже варится Поставим в духовку наш хлеб Если у вас нет пойки Не могу сказать, сколько времени его выпекать Пусть стоит, пока варится суп Посмотрим Я не только готовлю, но и мою Я отличный кандидат в мужья А еще у меня есть собственная посуда И гард, мое полотенце По обоюдному согласию О чем это я? Не представляю Суп готов Вот что я пытался сказать Полюбуйтесь Видите, как Даже не нужно делать из него суп-пюре Пусть останутся кусочки В самом конце пожарим на сковороде Колбаски чури и сон Нарежем шнит-лук и петрушку И, наконец, посолим Вот и все Иди посмотри Я почему-то решил, что ручка не горячая Не знаю, зачем снимать Вот так достается коровая хлеба В случае удачи Ничего Гарт, ты не мог бы подойти и достать свой хлеб? Это Гарта, а не мой Если есть еда, сразу есть друзья, так? Таков принцип Эти тарелки не для супа Кто-нибудь видел глубокие? Две глубоких тарелки А я приготовил суп на 17 человек Кто найдет себе тарелку, тот получит суп Лук Кстати, я еще добавлю голубой сыр У него руки длиннее Ищи тарелку Гарт, отличный хлеб Моя тарелка пуста Еще один прекрасный день в Транске Тоже идет к концу Сытные, довольные, загорелые Ведущийся режиссер и автор идей Джастин Банелло И уставшие Сейчас я выключу свет и наступит темнота Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа Гарт Гарт, ты не... Гарт Гарт, ты не мог бы подойти? Такое впечатление, что я стал помощником на кухне Теперь я знаю, что чувствует Гарт И Гарт – мое полотенце Гарт 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 Продолжение следует...